Ну и по традиции, каждую неделю куда ж теперь без экономики? Пока все бурно обсуждали изменение курса доллара и евро, мало кто заметил изменение китайского юаня. По отношению к рублю он прибавил в весе почти 50%. В Красноярске подорожало всё, всё, что возят из Поднебесной. Юлия Мавшевич на этой неделе отправилась на китайский шоппинг в Сибири и готова рассказать, сколько нам теперь придётся переплачивать. Чтобы для покупателей не было небольшим шоком, так как они вчера приходили, было бы по одной цене, сегодня пришли уже товар перед ценой. Мы уявляем даже специальные объявления, на которых пишем, что всё-таки просьба уточнять ценник у продавца. Новые поставки из Китая в Красноярск идут уже по новым ценам. Аксессуары и автозапчасти из Поднебесной в среднем подорожали на 10%. Например, если китайская стойка год назад стоила 2000 рублей, то сейчас на 200-300 рублей дороже. Для розничных покупателей ценовая чехарда пока не так ощутимо, говорят в автотехцентре. А вот оптовики уже пересматривают закупочную политику. Сейчас все переосмысливают рынок, переосмысливают ценообразование. И всё-таки с китайцами, естественно, ведутся переговоры, что не говорится о повышении. Всё-таки в долларах, допустим, цена не изменилась, а с курсом рубля, естественно, это выросло намного в большей сторону. Даже цены на китайский ширпотреб на рынках растут, а число покупателей снижается. Сейчас здесь продают зимние коллекции, завезённые в Красноярск ещё в августе. А что будет весной с ценами, только валютному курсу известно. Мы же товар купили, когда было 1,35-1,36. Мы процентов 20 точно поднимемся. Даже фабричные китайские шубы, те, что всегда отличались доступностью, подорожили в два раза. И дело не в разгаре сезона, рассказывают в меховом бутике, а в закупочных ценах производителей. До декабря продавцы ещё сдерживают цены, а там норковые шубки будут переоценивать. Средняя шуба длиной 110, это достаточно-таки хорошая длина, стоит 69,900. Но сейчас, после 15 декабря, данная шубка будет уже стоить больше 100 тысяч рублей. То же и с китайскими овощами и фруктами. Сегодня они стоят так, завтра уже по-другому. Китайские помидоры хоть и дешевле наших новосибирских на 30 рублей, тем не менее разница в цене значительно снижается. Если только нам какие-то уведомления от постачков происходят, какой-то там резкий спачок, изменениями их цен, в первую очередь, на сырьё, то тогда только это отражается уже на ценах. Юань укрепляет свой вес по отношению к доллару, а рубль падает. Сейчас один юань приравнивается к 8 рублям, а ещё в прошлом году он стоил 4,5. По мнению историка Владимира Дацишина, для него Китай как дом второй. В Поднебесной как раз всё стабильно, а вот наш российский рубль тянет нас вниз. Вот и его книга, выпущенная в Гонконге, теперь дороже для российского читателя. Стоило 600 рублей, а сейчас придёт почти за тысячу. Китай по мере развития достигает стандарта мирового. То есть профессор машину китайского производства в Китае, в общем, старается не покупать. Две квартиры и загородный коттедж, ну, тоже у всех моих коллег, это как бы стандарт жизни. Но для нас даже китайские товары, те, что возят челноки с КНР, те, что есть во всех наших магазинах и всегда были общедоступными, могут дорогого стоить красноярские бизнесмены, которые раньше затаривались китайскими товарами впрок, сейчас поумерили пыл, ждут, что будет дальше. Юрий Мавшевич, Виталий Субботин, Николай Чистюков. Воскресные новости.